Считается, что все начинается с детства. Это справедливо для юных славянцев, которые нашли себя и проявили свои таланты в разных областях. Они смогли продемонстрировать настоящие успехи в творческих конкурсах и предметных олимпиадах. Церемония чествования одреных детей и талантливых педагогов города и района, известная под названием «Созвездие талантов», объединила их всех. Наш район, как и вся Россия, славится своими учителями. Их высокий профессионализм и самоотверженное служение своему благородному делу имеют ясную цель – вырастить способных, целеустремленных, ищущих учащихся, которые будут двигать вперед науку, экономику и культуру. И отрадно, что таких ребят в городе и районе все больше. Перед церемонией награждения ее участники смогли познакомиться с творчеством юных исследователей. Глава Славянского района и председатель Совета района с интересом осмотрели работы ребят. Данил Федоренко из первого лицея увлекается солнечными батареями. Также он сделал конструкцию электромагнитного ускорения масс. Она состоит из аккумуляторов, конденсатора и катушки. Когда мы заряжаем конденсатор, она выстреливает. Сама она была изобретена Карлом Гауссом в 1861 году. Работает она на, в принципе, электромагнетизм. Маргарита Неделька всерьез увлечена космосом. Хочет связать свое будущее с космическими исследованиями. Но и это не все ее интересы. Помимо технического творчества в том году я занималась работами исследовательскими. И также я участвовала в стереотическом проекте «Бельки». Он приходил в Сириусе. Мы спасали с помощью космических снимков детей наше теление в Белом море. Кроме того, на выставке технических достижений школьников можно было увидеть результаты опытов юных биологов, мультипликационную студию и виртуальный музей. Глава Славянского района Роман Сенеговский приветствовал собравшихся в зале и отметил, что успехи одаренных учащихся труднодостижимы без помощи их родителей и работы педагогов. Талант нужно развить, талант нужно сохранить, таланту нужно создать условия для того, чтобы он мог больше развиваться и показывать более высокие результаты. Хочу сказать спасибо всем. Прежде всего, наверное, это самим нашим ребятам. «Конечно, большое спасибо педагогам, наставникам, мастерам, которые, настоящие мастера, выше, наверное, уже и расти некуда, которые помогают раскрываться нашим талантом». Для честования и награждения на сцену городского дома культуры выходили учащиеся, добившиеся успехов в интеллектуальных конкурсах и ставшие лауреатами краевых всероссийских и международных олимпиад. Их, конечно же, встречали горячими аплодисментами, как и прекрасных педагогов, чей труд был в основе всех детских успехов. С особенным нетерпением все ждали, кто будет объявлен победителями в номинациях «Ученик года» и «Педагог-мастер». Звездный час в этот день настал для ставшего учеником года 2019 десятиклассника Данилы Гаврилова из 25-й школы. Для меня это неожиданность. Хочу поблагодарить моего наставника Буряк Жанру Робертову за то, что она меня подготовила. Это был довольно большой труд и надеемся, что в следующем году будет все гораздо лучше и дойдем до всероссийского этапа. Его учитель Жанна Буряк, педагог-мастер 2018 года, считает, что Данила достоин этой высокой чести. Данила очень долго к этой победе шум, потому что он с седьмого класса становился победителем по физике в седьмом, в восьмом, потом по астрономии в девятом, причем именно регионального уровня, в десятом регионального уровня победитель по астрономии. Ну и наконец-то, скажем так, получил признание в родном районе, стал учеником года. То есть я считаю, что это победа заслуженная. Весь зал рукоплескал учителю русского языка и литературы третьей школы Оксане Никоновой, которая стала педагогом-мастером 2019. Я рада, конечно, рада за нашу школу, за наших детей, что они таких хороших успехов добились. И как я сегодня сама в поздравительной речи творческим ребятам говорила, такие победы, конечно, такие признания очень окрыляют. И хочется творить дальше, хочется двигаться вперед к новым вершинам. Продолжился праздник концертом. Своим искусством всех собравшихся порадовали славянские артисты. В конце церемонии прозвучили получали самые добрые слова благодарности за достижения и победы, и пожелания новых замечательных успехов, как учащимся, так и их педагогам. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».